Берег Енисея, элитный посёлок, спецназ на суше, в небе вертолёт, витые лестницы, бассейн, тренажёрный зал, баскетбольная площадка и собственный бизнес-центр для переговоров. Оперативники были в шоке. Так, это было бы много, богато, люди живут. Всё было тихо и культурно. Анатолий Быков не сопротивлялся. Да, можете меня одевать, я сопротивляюсь. Хорошо, спасибо. Только не осуществляйте этот звонок, танцы. Хорошо? Я же опытный. Опытный, мягко сказано. Прошла четверть века, чтобы этот уникальный персонаж новейшей России получил заслуженный срок. Я не скрываю, что я ангел, чистый ангел. В 90-е Анатолий Быков был самым богатым человеком в Красноярском крае. И у него было две клички – Толя Бык и Челентано. Первая указывала на методы, с помощью которых он набивал карманы. А вторая – на страсть к итальянским костюмам и вид звезды заграничной эстрады. Ему всегда хотелось казаться суперменом. Намёк на Джеймса Бонда, нашего сибирского, красноярского, который летает по воздуху и может решать сходу любые вопросы и проблемы, как Бэтмен такой, знаете, фигара здесь, фигара там. В 2020-м Анатолий Быков оказался в СИЗО. На скамье подсудимых он бывал до этого много раз, но реального срока не получал ни разу. Но на этот раз разволновался. Наглая фабрикация. Я никогда не думал, что в Красноярске могут на такое пойти. Главным свидетелем обвинения стал Владимир Татаренков, который заявил, что в 94-м году Быков заказал ему уничтожение двух бизнесменов – Кирилла Войтенко и Александра Наума. Это убийство организовал Быков Анатолий Петрович, так как он сказал нам, их надо убить. Анатолий Петрович, вы подтверждаете на Казани с СИЗО? Нет ни одного слова. 25 лет назад Владимир шутил на эту тему. Что произошло за 25 лет, за 20 лет сейчас, что он сейчас не шутит. Владимир Татаренков вошел в историю криминальной России под кличкой Татарин. Он был главарем Саиногорской ОПГ и верным партнером Анатолия Быкова. Кто такой Татаренков? Татаренков официально признан всеми приговорами, о чем можно говорить всегда и прямо. Это руководитель группировки киллеров. Все победы Быков со своей бригадой отмечал в 90-е в гостинице Красноярск. Там же проходили и совещания перед тем, как идти на дело. Прямо планерки проходили в гостинице Красноярск, где они обсуждали, как они будут там делить коммерсантов. Они даже вместе там справляли дни рождения, какие-то праздники там крупные. Все собирались вместе. 1992 год. Свой день рождения Быков празднует с поражающим воображением размахом. Дорогой алкоголь, заморские деликатесы, за столом друганы, члены разных ОПГ. Среди них серьезные авторитеты. Ляпа, Чистяк, Талмач и Синий. И жить им осталось всего два года. Их убили одного за другим. Четыре убийства всколыхнули город. Я вам напомню, напомню Чистяка. Вспомнили? Чистяка, владельца казино Яр. Напомню Синего, напомню Талмача, Ляпу, которого убили по вашему приказу. Это видеообращение Владимира Татаренкова к Анатолию Быкову Красноярское телевидение показало в 2000 году. Вы, заказчик тех преступлений, вы, руководитель всем убийствами, вы. Помните тех четверых ребят, залетых в землю, которые приехали, вы сказали, под видом бизнесмена, а на самом деле вам показалось, что они хотят вас убить? Зарыли вы их в землю. Быков предпочитал убирать со временем своих криминальных партнеров. И Татаренков записал кассету с разоблачением бывшего шефа, скрываясь в то время в Греции. Я решил обезопасить себя, записал эту кассету и ждал случая, чтобы отправить ему. А тут меня задержали, она попала в полицию Греции. Компаньон ее оттуда забрал через знакомых и продал в России за 400 тысяч долларов. Татаренкова экстрадировали на родину, и его заявление про серийного душу Буба Быкова услышала вся Россия. Вы довольны, что вы вернулись сюда? С одной стороны, да, с другой стороны, что говорить. В СИЗО бывшим коллегам устроили очную ставку. И Быков, не стесняясь сотрудника правоохранительных органов, ясно дал понять, что будет с Татариным, если рта он не закроет. Быков ему сказал, что если ты подтвердишь все, что сказано тобой в том интервью, твоей семье придет конец. При этом Быков гарантировал, за молчание Татарину заплатят. И глава бригады киллеров отказался от всех обвинений бывшего шефа, взяв убийство исключительно на себя. Татаренков отсидел в тюрьме 13 лет. И был потрясен, когда узнал, что Быков сделал все, чтобы он долго гнил на нарах и не смог освободиться раньше. Что он дал несколько миллионов долларов, чтобы у меня не было отмены приговора. Вот тогда у меня все перевернулось. Узнал я это через знакомых, близких в 15-м году. И Татаренков решил посадить своего подлого шефа, который всегда считал себя неуязвимой фигурой. Быковы боялись фонически. И все, вот, все депутаты, полковники, генералы. Анатолий Петрович Быков родился 17 января 1960 года в селе Еловка Иркутского края. Полтысячи жителей, полная безнадега. Там ничего не меняется десятилетиями. Отцы пьют, работают на заводах, приходят, гоняют женщин, жен, матерей. То есть дети живут, растут в такой психотравмирующей обстановке, в вечном напряжении. Семья Быкова попыталась улучшить условия жизни и переехала в город Назарова, где было веселее. Мать то ли работала уборщицей в школе, а отец то печником, то плотником. Брался за любую работу, чтобы прокормить четверых детей. Отец работал, он был на все руки мастер. И печки клал, и валенки подшивал такой был. Ну, мужик. То ли был двоечником, но работящим. С 14 лет разгружал вагоны и тащил заработанное в семейную кассу. И очень любил физкультуру. Был просто помешан на боксе. Работали грузчиками в Европотребсоюзе, клатили ящики, загружали картошку по осени, разгружали огурцы, помидоры, арбузы. Это вот все такое, что в наше поколение прошло, и он не исключение. Закончив 8 классов, Толик поступил в Назаровский строительный техникум. Потом была армия, где он стал старшиной. Это самое высокое солдатское звание, которое бесспорно только получают лидеры в солдатской среде. После дембеля Быков пошел на завод Сельмаш. И через два года решил, что жить так не хочет. Поступил в педагогический институт в Красноярске и получил диплом учителя физкультуры. Простой парень из города Назарово, с улицы Комсомольской. Шахтерский городок, учитель физической культуры. Я никогда не отрекался от этой новости. В конце 91-го года Советский Союз развалился, и граждане оказались в новой реальности, где каждый должен был сам искать себе новое место под солнцем. И самые предприимчивые стали торговать. Анатолий Быков тоже стал челноком. И сразу, как и многие другие барыги, столкнулся с ракетирами. В то время вся территория России была, говорится, под влиянием определенных преступных группиров. Толя платить бандитам отказался. Собрал в родном Назарова крепких ребят и дал решительный отпор членам мелкой ОПГ, которая вздумала его доить и ставить на счетчик. Отмолотил он с друзьями криминальные морды страшно и стал непререкаемым авторитетом на рынке. К нему стали обращаться за помощью. Анатолий Петрович, бесспорные индивские качества. К нему приклеилась кличка Толя Бык. Действовал он всегда максимально жестко. И Робином Гудом, конечно, не был. Он сам стал собирать дань со всех челноков, просто вытеснив с рынка другую криминальную шушеру. За ним вот эти мальчишки шли, и он постепенно, потихоньку начал набирать там обороты. И вскоре Быков стал одним из самых влиятельных крестных отцов Красноярска. Крышевал комки, как называли тогда кооперативные магазины, ларечников, кафе, весь малый и средний бизнес. Отобрав у дедов криминального мира самые богатые, как говорили тогда, поляны. Один из авторитетов заказал его через измайловскую группировку, а она, наоборот, перешла на сторону Быкова на тот момент. И в итоге пострадал как раз тот авторитет, который заказал и погиб. В начале 90-х жители Красноярска, как и многие другие люди по всей России, были в состоянии шока. На предприятиях не платили зарплату. Город держали в страхе несколько криминальных группировок. А второй по мощности в мире алюминиевый завод прибрали к рукам братья Михаил и Лев Черные, которые скупили за бесценок акции предприятия. Алюминиевый завод стоил 2 миллиарда тогда, по тем деньгам 2 миллиарда долларов. И братья Черные искали смотрящего. Человека, который способен навести порядок на заводе и разрулить конфликты между бандитами и коммерсантами, рвущими зубами алюминиевый бизнес. Менеджмент и руководство предприятия не удержало контроль в своих руках. Вынужден был привлечь различных людей типа Быкова к решению вопросов. Для начала убрали действующего генерального директора завода Ивана Турушева. Он чудом выжил. Его очень сильно избили фактически. Он после этого уже работать не смог. Его место занял Юрий Колпаков, который потом не раз проклинал тот день, когда захотел больших денег и возглавил КРАС. У меня очень серьезная охрана. Я езжу только на бронированном автомобиле. В помещение въезжаю с автомобиля в Красноярский. То есть автомобиль входит в помещение. Я вынужден это делать, поскольку постоянная угроза. И однажды к нему нагрянули братки из Измайловской ОПГ, которая захватила несколько металлургических заводов по всей России. Он понял, что следующий разговор будет последним. Колпаков кинулся к Быкову и отдал ему за помощь в отражении атаки бандитов 10% акций предприятия. И вскоре Толя Бык возглавил совет директоров Красноярского алюминиевого завода. Он быстро понял, что такое деньги и власть, и отдавать ее уже не собирался. Об исторической встрече Быковских и Измайловских ходят легенды. Криминальные гости из Москвы были страшно напуганы и быстро улетели обратно. Как говорится, даже не выпив чаю. Я когда увидел 9-миллиметровые винторезы, я сразу понял, какой он обладает силой, что получил это оружие для своей охраны. Кроме того, вся охрана была из спецназа. Да, у них все были подготовленные молодые люди. Мне, как военному человеку, честно говоря, сам бы хотел иметь таких солдат у себя. И Толя Бык превратился в Анатолия Петровича. Он стал разрывать старые договоры завода и строить бизнес, исходя из собственных соображений. И он завалил на себя вот эту функцию бога, когда он мог ликвидировать людей. В Красноярске ходили слухи, что Быков любит лично присутствовать на расправах с врагами. Ему очень нравился имидж страшного и жестокого лидера, которого боятся до потери сознания. Он присутствовал на казнях, когда заставлял своих подчиненных в железные бачки наполнять их цементом, ставить тех людей, которых он убивал, ногами в этот цемент, и когда они заставали, бросать в Енисей. Гостиница «Красноярск». День рождения Сергея Измайлова и еще одного криминального партнера Анатолия Быкова. Людей он убивал с особой жестокостью. Они после какого-то конфликта в кафе схватили парня, увезли его, значит, за город и убили. Забили битыми насмерть. У него в голове были вот эти занозы, то есть там даже опилки от этой биты застряли вот в этих ранах. Измайлова Быков называл своим близким другом. Они сидели вместе на всех банкетах, вызывая зависть подчиненных дорогими костюмами и мобилами последних моделей. Мы решим поздравить тебя с твоим днем рождения, с твоим 20-летием. Это все-таки она так круглая такая. Пожелаю тебе всего хорошего. Но жить Измайлову оставалось недолго. Через год Быков начнет создавать себе имидж честного коммерсанта. А партнер-убийца, знающий слишком много из его криминального прошлого, внезапно исчезнет. Навсегда. Они все умерли, да, на сегодняшний день. Герасимов его и не нашли, Инина, по-моему, не нашли. Исмаилов, все-все. Братья Чернея, с которыми работал Быков в 90-е, придумали идеальную схему. Она называется Толлинг. Для производства алюминия был нужен глинозем. И братья придумали покупать его по дешевке за границей. И если речь шла о сырье иностранного производства, то налогов платить было не надо. Красноярский алюминиевый завод получал за переработку импортного глинозема просто копейки. А братья вывозили потом алюминий на продажу, ничего не отдавая в бюджет Российской Федерации. Мимо налогов все и мимо государства. Расположена только зарплата для людей. И то нищенская, и с бешеной задержкой. Они никак не предвидели, что Толя Бык полезет в офшорные зоны расчета, что он начнет в этом деле что-то соображать. Братья Черные решили, что Быков зарабатывает слишком много. И решили надуть его, спрятав большие деньги в офшорных зонах. Но Быков во всем разобрался и очень разозлился. Черные думали, что Быков – это обычный подотчетный, подконтрольный прицель криминала. А они не оценили его организационные способности, его авторитет, быстрорастущий. Быков объявляет братьям войну. Отжимает у них еще 20% акций. И получает власть над заводом. Правда, жизнь его становится очень нервной. Он все время боится убийства. Понимаю, что грохнуть его хочет все больше граждан. Однажды на переговоры с ним приехали коммерсанты из Тюмени. И он ни за что лишил их жизни. Он почему-то подумал, что они приехали его убить. И в итоге расстреляли четверых этих коммерсантов. Причем троих расстреляли быстро, а четвертого очень долго пытали, чтобы он рассказал. Потом выяснилось, что он просто ошибся. И убили, по сути дела, невинных людей. Чем шире становилась криминальная империя Быкова, тем больше было в его окружении людей, недовольных распределением доходов. В 94-м году с ним сцепились Кирилл Войтенко и Александр Наумов. Они пригрозили уходом из команды, потому что Быков, на их взгляд, был слишком жадный. А то ли Бык разыграл другой сценарий, что это он сам отправляет взорвавшихся подчиненных в свободное плавание и знать их больше не хочет. Однократно он говорил, какой я имею в виду свою личность Быков. И представьте, кто такие вообще были Наумов и Войтенко. И вот он такую вот грань проводил между собой, что он намного выше и по статусу, и по положению, чем вот эти Наумов и Войтенко. Прошло совсем немного времени. Быков ехал в своем автомобиле, и вдруг перед ним взорвалась бомба. И выжил Толя Бык случайно. Я это близко к сердцу воспринял. Предательство. Сам пережил все это. Приедешь, я говорю, конечно. И Татарин, который был главой целой бригады киллеров, в тот же день получил заказ убить Войтенко и Наумова. Я говорю, конечно. Раз такое дело сделаем. В момент подготовки Татаринков решил использовать автомат и пистолет ТТ. Люди Татарина подкараулили жертв, когда те подъехали к дому, в котором жил Наумов. Жена Наумова с ребенком отправилась к подъезду, а киллеры подбежали к машине и начали стрелять. Наумов и Войтенко попытались спастись бегством, покинули автомобиль и начали убегать, но их достала эта автоматная очередь. Наумову пули попали в живот и грудную клетку. Войтенко киллер попал прямо в голову. Был разгар рабочего дня, и от смертельных пуль прохожих спасло только чудо. Специально ездил, там и дети, там детские площадки. То есть это было невероятнейшее пренебрежение вообще ко всему. Я всегда говорю, есть такая русская поговорка, не рой яму под беде, сам можешь оказаться в ней. Киллера Бакурова удалось задержать на месте преступления. Его подельник был задержан чуть позже. По Бакурову приговор был вынесен о смертной казни, но затем это наказание было заменено на пожизненное лишение свободы. На центральной аллее Красноярского кладбища Бодолык немало могил жертв криминальных войн 90-х. Такие же есть в Екатеринбурге и в Тольятти, где в 90-е бандиты тоже пролили немало крови. Я вот все время задумываюсь, ходил ли он когда-нибудь на кладбище и смотрел ли он на эти памятники убитых им людей. И как он спал после этого? И пришел к выводу, что спал спокойно. Анатолий Быков первые деньги заработал на банальном рэкете. Потом занялся захватом маленьких предприятий. И друзья его звали нежно Черентана, а враги исключительно Толя Бык. Через какой-то момент вообще Быковские одни стали в городе, они управлять городом стали. И любой вопрос можно было решить только через Быкова. Я могу исповедоваться перед своим народом, мы ошиблись. Наш народ ошибся нашего края. И я думаю, что мы и сами должны исправить эту ошибку. Ошибкой Анатолий Быков в 98-м назвал губернатора Александра Лебедя. Он его сам посадил на трон, но через полгода бравый генерал вышел из-под его контроля. Нужно свежий округ, нужно свежие идеи, нужно свежие мысли. Лебедь в середине 90-х был настоящей звездой. В 96-м он попер в президенты и выгодно обменял голоса людей, которые поверили в него на царскую милость. Ельцин за то, что во втором туре генерал поддержал его и сошел с дистанции, сделал Лебедя главой Совета безопасности. И потом генерал нагрянул в Красноярский край. Губернаторы его двигали два мощных персонажа. Всемогущий Борис Березовский и главный пахан и бизнесмен Красноярского края Анатолий Быков. Быков был поначалу в восторге, влил в избирательную компанию Лебедя огромные деньги и уверял всех, что этот мощный мужик спасенье региона. Он фактически его сделал губернатором, потому что его авторитет был поставлен на карту. Он за него призвал красноярцев голосовать. Лебедь говорил, что не верит в дурные слова про Быкова. Ну какой криминальный мир? Это просто несправедливо. Когда прокуратура обвинит в чем-то Быкова, вот тогда я буду слушать обвинение в свой адрес. Но пока она этого не сделала, мне известен депутат законодательного собрания Анатолий Петрович Быков, я с ним буду работать. Быков был уверен, что Лебедь будет делать то, что он захочет. Он будет дергать за нитки этой куклы и расширит империю. Но генерал, по мнению Быкова, его подло кинул. Быстро отрекся от всех обещаний и послал его громко лесом. Ну что такие, мать тебе? Тоже зафиксируйте. Он пришел, он понял, что он свадебный генерал, потому что здесь другой хозяин, здесь хозяин Быков. Совместные визиты в детские дома закончились, когда Лебедь решил узнать, сколько налогов платит подмятый Быковым Красноярский алюминиевый завод. Оказалось, копейки. Какие-то считанные люди имеют какие-то баснословные суперприбыли. Следом Лебедь взялся за Ачинский глиноземный завод и обвинил Анатолия Быкова в том, что он выводит деньги в офшорные зоны и обманывает государство. Если мы живем в стране с рыночной экономикой, то глинозем должен продаваться по рыночным ценам. Цена 240 долларов за тонну, продают за 105. Когда налоговая служба там проверяла, уже в конце 90-х, она писала отчет, что вот эти толлинговые схемы наносят ущерб России где-то 300-400 миллионов долларов в год. Лебедь потребовал у Быкова отказаться от этой схемы. И Толя Бык открыто заявил губернатору, вы уедете, а я останусь. Началась война. Вот митинг, поддержку его, там было тысячи человек. Если он хочет увидеть мою силу, придут сотни тысяч человек. Заместителям губернатора по финансам звонили, говорили, твои дети ходят в ту-то школу, там твоя жена живет там-то, там-то. Ну, ты имею в виду, и все такое. Лебедь понимает, что местные ОПГ будут убивать его людей и сбросит его в итоге с трона. И летит в Москву, чтобы заручиться поддержкой Ельцина. Борис Николаевич прислал комиссию. Прилетело более 40 человек. Комиссию возглавлял генерал-полковник Колесников Владимир Ильич. Мне надоело разводить здесь, как бы помягче сказать, что надоело. Я полгода поразводил, теперь я начну хребты ломать. А Быков идет к экстрасенсу, которая часто помогала ему советами в разных вопросах. И красноярская колдунья советует ему бежать за границу. Челентана улетает в Венгрию. Когда собралось достаточно фактов для того, чтобы упечь его за решетку, Быкова объявили в международный розыск. В отношении гражданина Быкова, руководителя одного из крупнейших заводов, по факту легализации, отбыванию денежных средств, приобретенных незаконным путем, возбуждено и расследуется уголовное дело. Быкова быстро нашли в Будапеште и экстрадировали в Россию. В Венгрии его выдало. Это было большое хозяйственное дело. Там речь шла о каких-то хищениях, злоупотреблениях и так далее. Первый суд над Анатолием Быковым состоялся в 99-м. И губернатор Александр Лебедь тогда был рад. Наконец его враг, который потрошит Красноярский край, сидел на скамье подсудимых. Я хочу угробить эту власть, а потом отстраивать Россию, потому что вот эта власть есть враг России. Но Быков пригласил защищать себя опытного адвоката Генриха Падву, который легко отбил все обвинения, потому что был гораздо умнее тех, кто хотел засадить Челентана надолго. Дело кончилось ничем, оно развалилось. И мы успешно доказали, что никаких хищений Быков не совершал. Осенью 2000 года телевизионные новости показали страшный сюжет. В квартире на Кутузовском проспекте убит Вилор Струганов по кличке Паша Цветомузыка. Правая рука Анатолия Быкова. Прямо днем. Показали по телевидению, как выносят этих людей трупы эти. Шум был ужасно. Представляете, в Москве прямо вот днем, как будто бы убивали людей. Лидер мелкой Красноярской ОПГ Паша Цветомузыка сошелся с Быковым в середине 90-х. Это был еще один человек, выполнявший заказы по убийству неугодных бизнесмену граждан. Люди, которые окружали Быкова, это я имею в виду киллеров, такие как Паша Цветомузыка, такие как Татаренков, они исполняли убийство до поры до времени. Быков понимал, что еще немножко и надо убирать. Убрать Пашу Цветомузыку Анатолий Петрович решил за то, что тот без его ведома полез в дела алюминиевого завода. Вздумал в обход Быкова получить большой пакет акций. Анатолий Петрович, конечно, с такими людьми долго не церемонился, потому что дисциплина и дисциплина. И, естественно, такие люди, как правило, исчезали из его жизни. Грохнуть Пашу должен был Александр Василенко. Но он этого не сделал и сдал заказчика преступления спецслужбам. У меня были мысли уехать, просто спрятаться от него, но зная, какой он коварный человек, и что это не выход из положения. То есть я в надежде на то, что ФСБ России, одна из самых неподкупных организаций, обратился за помощью ФСБ России. Там я нашел понимание и поддержку. Медики в синей спецформе выносят из подъезда тело в черном пакете. Журналисты, зеваки, машины реанимации. Все вокруг уверены, Паша цветомузыка мертв. Но это был спектакль. Его там замазали кровью, якобы убили, якобы потом вынесли и при всех положили в машину. Потом оказалось, что это было все фейк. Эта правдиво выглядящая инсценировка была устроена для того, чтобы получить запись разговора киллера Василенко с Быковым. Он пришел к авторитету и отчитался о проделанной работе. Я передал Быкову часы, якобы убитого Струганова и Смендирова. Также документы, якобы принадлежа Струганова, для того, чтобы Быков поверил, что это сделал действительно я. Паша Цветобузов был цел и невредим и был свидетелем по делу. И теперь отмечает день рождения дважды. А Быков был арестован и помещен в Лефортово. Ему грозило 9 лет. Процесс проходил в Мещанском суде Москвы и вызвал огромный общественный резонанс. В зале не было свободных мест. На суд Быков приехал в белой рубашке и выглядел бодро. В зале была большая группа его поддержки, и их криминальные рожи многих, конечно, пугали. Чувствовал себя совершенно раскованный, и было заметно, что он абсолютно не переживает. Но заседание затянулось. У судьи и прокурора были толстые папки документов, и тучи над головой Челентана сгущались. В зале было страшно душно. Настроение Быкова становилось все хуже. Несколько приупало, потому что уже было понятно, что решение уже фактически напечатано. И ждать ничего хорошего не предстоит. Когда наконец настало время оглашения приговора, Быков выглядел человеком, который оцепенел от ужаса. Но вдруг он услышал про условный срок, и его освободили из-под стражи подвосторженные крики братвы и других сторонников. Господи, ему грозили жуткие годы. Ему просили, если я не ошибаюсь на памяти, 10 или 12 лет. А ему дали условно 6 лет, насколько я помню. Александр Лебедь был потрясен. Быков вышел сухим из воды, хотя вина его была очевидна. И тогда Александр Иванович понял, что власти никакой нет, что Быков купит всех. И в Красноярском крае, и в Москве. И вот тогда он выступил по всем телеканалам, сказал, что бандиты рвутся во власть. И вскоре Лебедя не стало. Вертолет, в котором губернатор Красноярского края летел со своей командой, потерпел крушение. Шансов выжить не было. Официальное заключение комиссии – несчастный случай. Но многие в это не верят. Мое мнение, что это не несчастный случай. Мое мнение, что это специально подстроенная катастрофа, завуалированная под несчастный случай. Конечно, не такой видел пенсию Анатолий Быков. Арест в 60-летнем возрасте – неприятное дело. В 2020-м авторитетному бизнесмену из Красноярского края предъявили множество обвинений. Руководство преступным сообществом – уклонение от уплаты налогов. Организация убийства исполнительного директора компании «Востоксепстрой» Андрея Николова в 2005-м. Его обвиняют в подстрекательстве к покушению на убийство Андрея Гробовского, которое было совершено в ноябре 2004-го года. И самым страшным обвинением стало убийство по заказу Быкова Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которое потрясло Красноярск в 1994-м. С 2015-го года, почти каждый вечер, ложась спать в лагере, я молил высшие силы небесные, чтобы он подавился своими деньгами. И когда меня спросили, меня же много раз спрашивали, мол, поговорим о Быкове, я говорю, смысла нет. Когда меня спросили в 2018-м году, там ли я показания, я сказал с радостью. На очной ставке в 2020-м Татаренков убедительно доказал, что заказчиком расправы был Быков. И его слова подтвердил еще киллер Бакуров. Но Быков уверял, что киллер врет, и судья никогда этим зэкам не поверит. Он 26 лет отсидел пожизненно, ему тут предлагают вдохнуть воздух, приехать в Красноярск, погулять по улицам, посмотреть и дать показания на Быкова. Да он родную мать обвинит в том, что она его не так родила, и не в том месте. Арест в 2020-м Анатолия Быкова и расследование его многочисленных преступлений вызвали большой интерес у широкой публики. Потому что жизнь этого персонажа и его окружение круче любого сериала. Чего только стоит киллер Велор Струганов по кличке Паша Цветомузыка, в свое время большой поклонник Быкова. Надо с ним познакомиться, просто соответствовать ему, это будет человек. Как и многие другие криминальные авторитеты, Быков хотел завоевать доверие и любовь народа. Раздавал деньги бедным, защищал самых слабых. К нему шли простые люди и находили отклик. Он показывал о том, что он помогает строить церкви, строить мечети. Он даже выделил деньги на синагогу, которая находится в Красноярске. Челентано стал депутатом законодательного собрания Красноярского края. Кто-то считает, что для того, чтобы прикрыться мандатом в случае атаки правоохранительных органов. А кто-то верит, что он действительно хотел делать добро для граждан. Я встречался с людьми и рассказывали о нем, что он помогал людям невероятно. Вот и Паша Цветомузыка, подражая Быкову, захотел в свое время проникнуть в ЗАГС собрания региона. И придумал эффектную акцию. Дал уголовнику бомбу и попросил за нехилый гонорар взорвать ее на крыльце школы, в которую он должен был выступить с речью. Паша хотел показать всем своим избирателям, что он такой борец за правое дело, но его не хотят пускать во власть. Бомба сдетонировала за 15 минут до начала мероприятия, разнеся в клочья исполнителя поручения. А вскоре про эту подставу узнали следователи и упекли Пашу в тюрьму за терроризм. Не задумывался о том, что пострадают невинные люди. Не задумывался о том, что, может быть, пострадают дети. Не задумывался ни о чем. Ему главное было произвести эффект вот этой разорвавшейся бомбы. Анатолий Быков рулил Красноярским краем долго. И власть его держалась на огромных деньгах и страхе, которые он приумножал одним за другим преступлениями. Это были наглые, циничные, вызывающие убийства. То есть это было среди города, это было среди белого дня. И все в округе, которые были близки к Антолию Петровичу, боялись попасть в Енисей, будучи зацементированы и брошены в эту реку. Надежной опорой Быкова в 90-е были силовые структуры. Он женился на дочери начальника УВД и коррумпировал многих влиятельных людей в погонах. Они его крышевали. По любому звонку, по щелчку. Вот такая была ситуация. Быков с помощью своих людей в милиции и спецслужбах мог посадить врага в тюрьму или быстро закрыть расследование очередной мутной схемы. То есть он был, имея таких родственников, таких покровителей, он был вхож в любое место. Но в 2001-м акции Краза у Чернова и Анисимова выкупил Олег Дерипаска. И ему удалось потом купить остальную их часть у Анатолия Быкова. Алюминиевый комплекс был у Быкова отжат и попал, стал русалом. Да, он попал в русал. От Быкова стали отворачиваться даже самые верные партнеры. Настало другое время. Его методы безнадежно устарели. Быков любил говорить, когда его просили, допустим, ну, помирись ты с этим человеком, не надо его убивать. Нормальный парень. Он говорит, нет, ну я-то прощу. Ну, простит ли Бог? Бог всегда почему-то прощал, но всегда методом автомата Калашникова. Или там взрывов в автомобилях. Это вот было однобокое прощение Бога. В июле 2003-го Анатолий Петрович снова попал за решетку. Его обвинили в сокрытии улик после убийства Назаровского предпринимателя Олега Губина. Он прятал пистолет, стирал испачканную кровью куртку, дал кровь киллерам. Но поскольку сам не убивал, получил всего год тюрьмы. И тут же был амнистирован в честь 55-летия победы. Присяжные были в шоке. Они себя чувствовали, я так понимаю, спокойно. Вот Быков и его люди, видимо, уже знали исход суда. В 2021-м Быков сразу понял. На этот раз он сядет. И надолго. На судебных заседаниях Черентана и его защитники вели себя очень нервно. Они не подчинялись распоряжениям председательствующего суда, пререкались с ним в критическом тоне, оспаривали действия судьи, в связи с чем сторона гособвинения заявляла, в том числе ходатайство, об удалении подсудимого из зала судебного заседания, в связи с тем, что он нарушает общий порядок. Быков изображал из себя борца с кровавым режимом. Уверял всех, что страдает за правду. Ведь он критиковал всегда власти. Вот и получил за то, что борется за права народа. Праги пришли к власти и добивают, уничтожают территорию, которая разделяет всю страну. От севера до востока. Приговор огласили 7 сентября 2021 года. Быкова обвиняли в двойном убийстве. Остальное было, как говорится, уже по мелочи. Он вел себя спокойно. Свои эмоции он не показывал, никаких не проявлял. Прокуратура просила 14 лет и 11 месяцев лишения свободы. Это почти максимальный срок за минусом одного месяца, который предполагается по статье, по которой судили Анатолия Петровича Быкова. Быкову дали 13 лет. Он подписал протокол и показал, что сдаваться не собирается. Мне что это первый раунд показывали? Недалеко от дома, где убили Войтенко с Наумовым, на гаражах, на заборах написано «Быков убийца». Вот это действительно глаз простых людей. 15 октября 2021 года Следственный комитет Хакассии и Красноярского края возбудил шестое дело в отношении Быкова. На этот раз его подозревают в организации убийства Владимира Филиппова. Криминальный авторитет был застрелен возле дома в 1998 году. Я считаю, что еще не все кончено по поводу Быкова. 22 октября Анатолий Петрович погасил задолженность по налогам и без особой охоты внес в казну 75 миллионов рублей. Сейчас он находится в СИЗО номер один города Красноярска. Жалуется на проблемы с давлением и знакомится с материалами новых дел. Но настроен философски. Все проходит и это пройдет. Когда-то так сказал Соломан. И я думаю, что и это пройдет. СОЛОМА СИЗО СОЛОМА СИЗО